МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ниже среднего по итогам двух месяцев года Пермский край показал спад практически во всех основных социально-экономических показателях. Заявки на конкурс принимаются до середины недели. Протон ПМ проведет реконструкцию производства за 3 миллиарда рублей. В Прикамье создана ассоциация легкой промышленности. О целях структуры рассказали организаторы. В эфире новости Прикамье. Рустам Багизов. Добрый день. По итогам двух месяцев года Пермский край показал спад практически во всех основных социально-экономических показателях. Об этом сообщил Росстат. Объемы строительства в Прикамье снизились почти на четверть по сравнению с январем-февралем 2016-го. По этому показателю Прикамье почти в конце списка регионов 76-е место. Объем работ, выполненных в январе-феврале этого года, ушло более 9,5 миллиардов рублей. Чуть лучше дела обстоят в сфере розничной торговли. Показатель в сравнении с 2016-м годом снизился на 3%, Прикамье на 56-м месте в рейтинге регионов. Оборот за два месяца составил более 75 миллиардов рублей. В сфере оптовой торговли Прикамье стоит на 73-м месте со снижением почти в 9%. В ТОП-30 удалось войти лишь по показателю индекса промпроизводства. 28-е место в стране и прирост по сравнению с двумя месяцами 2016-го года на 6%. Протон ПМ потратит 3 миллиарда рублей на техническое перевооружение производства. Компания разместила аукцион для выбора генподрядчика на реализацию проекта по реконструкции и техническому перевооружению механо-сборочного и галиванического производства двигателя RD-191. Все работы по контракту будут производиться на действующем предприятии без остановки производства. В связи с этим подрядчику необходимо подстроиться под работу предприятия с повышенной безопасностью. Начальная цена контракта составляет 3 миллиарда 14 миллионов рублей, включая стоимость необходимых стройматериалов. Размер обеспечения заявки 90 миллионов рублей. Обеспечение исполнения контракта 900 миллионов. Все работы должны быть закончены к концу 2018 года. Это строительство корпуса механо-сборочного и галиванического производства, также котельная, трансформаторная подстанция и другие узлы производства. Также будет проведена реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений. Работы по реконструкции и строительству объектов будут проведены на полигоне Протона в Новых Лидах. Заявки на аукцион принимаются до 19 апреля. Победитель будет определён в конце этого месяца. Ну и как стало известно РБК, строительство нового корпуса началось ещё в прошлом году. Его возводят на федеральные и собственные средства. Объявлены аукционы – это торги на продолжение строительства. В Перми зарегистрирована ассоциация лёгкой промышленности. Как рассказали телеканалы РБК Перм, потенциальными членами организации могут стать около 200 предприятий Пермского края. То есть не только крупные игроки, но и малый бизнес. На данный момент, по словам президента ассоциации Александры Дрост, уже состоялось несколько встреч с участниками рынка и Пермской торгово-промышленной палатой. Через несколько недель в планах провести круглый стол по проблеме кадров в данной отрасли. Одна из приоритетных задач – ассоциация информирования в вопросах дотации и господдержки компаний. Также участие на международных выставках в целях продвижения продукции за рубежом. На текущий момент в Пермском крае лёгкая промышленность находится в некотором упадке. И предприятия, которые раньше работали и были даже экспортерами, на текущий момент урезают ассортимент до рабочих одежды, вместо того, чтобы производить ткани, до рабочих тканей, чтобы производить одежду и так далее. Очень хочется, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы мы были услышаны и помогали в нашем развитии. Учредителями ассоциации стали компания АВТ «Спорт» и Международный деловой союз. Отмечу, что подобное объединение в регионе создаётся не первый раз. До 2015-го ассоциация предприятий лёгкой промышленности Пермского края в регионе уже была, но прекратила своё существование. Доллар вновь ушёл ниже планки в 56 рублей. Произошло это по оценке аналитиков на фоне роста нефтяных котировок. Бренд почти подобрался к отметке в 55 долларов. Это произошло на фоне стат данных от Американского института нефти, который констатировал снижение запасов в США. Оно было больше ожидаемого. Вечером аналогичные данные публикует Минэнерго США. Если информация о снижении запасов подтвердится, то у доллара есть все шансы приблизиться к отметке в 55 рублей, говорят эксперты. Но сегодня средневзвездочный курс доллара на единой торговой сессии расчётами завтра понизился на 66 копеек и составил 55,89. Но лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Банк НЕВА 55,85 по продаже БКС Банк 56,19. Лучшее предложение по покупке евро также в Банке НЕВА 59,64 по продаже в Банке Акбарс 59,99. Развитие событий через час. Оставайтесь на РБК и до встречи. РБК Перм. Ракурс. Бюджет при Камье. Нулевые чтения. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова